двухшовный рукав я много очень было просьб поэтому рукаву и наконец-то я могу остановиться времени у меня нету поэтому у рыбками могу уделять видео время построение у нас есть на основе да не сказала на основе одношовного рукава с локтевой вытачкой узкий рукав с локтевой вытачкой у меня есть видео как его строить мое построение то которое я показывала на видео вот этот рукав это по моим меркам и сейчас мы из него сделаем двухшовный я скопировала вот его так чуть-чуть приближу теперь душа он и значит два шла у нас вот локтевой шо здесь проходить и здесь передний срез который к полочке ближе этот спинки у нас здесь были вспомогательные линии мы вот эти участки делили пополам и перпендикуляры вверх вот сейчас мы используем один из них этот мать вспомогательный эту вспомогательную линии сейчас мы соединим с центром упором вытачки вот такой линии и и сюда уйдем где-то параллельно вот этой линии чуть чуть меньше сейчас скажу сколько 4 сантиметра вот тут и соединила значит здесь можно то же самое сделать вот по этой вспомогательной линии но обычно шоу дальше прячется вот этот шоу я много перешила таких рукавов обычно вот здесь где-то 43 на маленьких размерах 3 сантиметра на больших 45 сантиметра вот от самой нижней точки оката по полочке по передней половинке вот и откладываем 4 сантиметра и тоже вот так параллельно проводим линии параллельно вот этой линии но и теперь наведем жирную линию чтобы видно скругляем конечно же чтоб без уголочков было вот так здесь мы делаем тоже выпуклую такую линию если руки полное то больше ну на примерке потом покажет и так вот вот у нас уже вырисовалась верхняя часть рукава направление долевой вот у нас идет здесь на этой детали мы вытачку за зашьем подрисуем чтобы была плавная линия здесь часть мы забрали рукава с этой детали поэтому потом когда мы отрежем сейчас отрежу я это все центр рукава остается тут же вот у нас эта деталь теперь если мы рукав сшивали между собой одношовный вот этот срез и этот срез когда застрочили бы вытачку мы сшивали между собой сейчас мы их вырежем отсюда закрою вытачку и соединим в одну деталь так одна имеется вторая деталь вытачка вытачка мы вырезаем и заклеиваем вот так сейчас я между собой соединю стороны вытачки так чтобы не приклеить вот закрылая вытачка и она получается ушла нас сюда сейчас я подрежу сейчас я подрежу лишнее так вот это я пока сюда приколю клеить не буду а приколю чтобы они видно было рядом были в принципе ее не надо будет так вот должны мы по этим линиям соединить ну здесь вогнутые линии поэтому конечно же мы не можем соединить соединить потом подрисуем вот этот излишек вот тут этот излишек можно было бы вот тут надсечь чтобы можно было выложить вот вот так вот так мы сейчас и сделаем и обводим значит здесь вот это у нас там где соединяется они между собой вот тут это будет боковой шов там будем соединять так здесь вот так здесь чуть-чуть приподнимаем закрываем как бы вытачку открыла же вытачка удлиняет стороны и обводим вот у нас получилось теперь и линия это получилось вогнутая а не выпуклая но чуть-чуть подровняем а здесь наоборот мы вот тут идем на расширение вот так длина оката не изменилась вот смотрите вот эти линии должны быть равны вот это вот 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 это линия и это между собой должны быть равны точно так же как вот эти должны быть равны здесь когда припуски давать по рукаву мне надо много давать один сантиметр фуакату здесь обычно я даю один полтора и вот тут не один сантиметр давать повыше вот там где они сходятся потом лучше на при том когда вы будете шить и соедините между собой вот эти детали вот эти швы вот эта точка она отвечает вот этой точке и лучше лишней срезать чем когда вот это месте получится такая выемка поэтому прибавляем в этом месте здесь два то и два с половиной сантиметра я прибавляю потом лучше срезать ну такое моделирование по низу прибавляем конечно же три четыре пять сантиметров вот здесь тоже полтора сантиметра прибавляем на шорт точно так же как и здесь вот один полтора по окату один много прибавлять не надо один сантиметр вот так вот такое простое моделирование двухшовного рукава конечно же это должен быть рукав узкий проверенный на на фигуре так сказать нарисую а то я нарисовала одним цветом вот у нас нижняя часть рукава рукава низ не должен быть вот горизонтальным здесь идет долевая так ну это обведено вот у нас это верхняя часть рукава если руки полные в этом месте прибавляем больше лучше потом срезать чем будут узкие рукава вниз всего две части и здесь центр рукава и направление долевой так вот еще поближе покажу все писалось получается вытачку которую мы закрыли вот на задней половинке вот здесь она была она перешла вот сюда в этот шов локтевой и когда их соединить между собой тут будет соединение вот видите что как открывается точно так же меня спрашивали по поводу вытачки с низу рукава закрываете здесь разрез делаем намечаем линию этой вытачки здесь закрываем и вытачка переходит сюда и остается узкий рукав поэтому по строению можно сделать прямой рукав без учета вытачек значит тогда вниз идем сюда всевозможные моделирования по этому рукаву можно делать точно так же как и с прямым рукавом пока 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 так вот